За несколько часов до начала праздника на Театральной площади развернулись различные тематические площадки. Отделение ДСААФ организовало выставку кроссовых мотоциклов. Фанаты шахмат смогли сразиться за звание победителя. Помимо этого, поклонникам здорового образа жизни предоставили возможность познакомиться с победами спортивных школ города на специальной экспозиции. Но, пожалуй, самое интересное происходило на татами. Финальная часть праздника открылась парадом. На Театральную площадь выходили представители спортивных школ города «Честь и слава Анапы», а ведущие рассказывали о победах их воспитанников. Только на отделении футбола ДЮСША «Олимп» занимается свыше 2000 человек. В спортивной школе «Виктория» более 1000, а ДЮСША номер 4 входит в пятерку сильнейших спортшкол Кубани. Анапа спортивная, потому что на сегодняшний день более 600 мероприятий в городе-курорте проведено спортивных. Хочется отметить, что более 80% молодежи, которая живет в Анапе, занимается спортом. Особую благодарность и особые поздравления хочу выразить тренерскому составу. В этот вечер на главной городской сцене чествовали лучших из лучших спортсменов и тренеров, инструкторов по физкультуре, директоров школ, всех тех, кто не мыслит жизни без движения и стремления к новым вершинам. Хочу сегодня поблагодарить наших ветеранов за то, что они сделали. Вы знаете, благодаря вашим успехам город воинской славы, не только город воинской славы, но и город спортивной славы, город Анапа. С праздником вас! Среди награжденных были люди, которыми по праву гордится Анапа. Подтверждение тому – несмолкающие аплодисменты. На курорте работают сильнейшие школы Краснодарского края по футболу, дзюдо, волейболу и другим видам спорта. Лучшим тренерам были вручены благодарности от имени главы города. Особо чествовали чемпионы России 2017 года по тяжелой атлетике Олега Ченом. Молодые сейчас очень увлекаются спортом. Это видно, и я присутствовал на многих мероприятиях спортивных, где молодые ребята довольно хорошо себя показывают во всех направлениях. И такое мероприятие, конечно, очень радует, что не забывает спортсменов, награждает. Это очень приятно, что помнят и гордятся. В этот же день состоялось вручение золотых знаков ГТО за отличное выполнение всех тестов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса. И возраст здесь не имел значения. Юлия Фирсова вошла с золотым значком на седьмую ступень ГТО. И хоть сама является уже мамой, считает, что спорту подвластны все возрасты. Интересно проверить свои способности и возможности. Я думаю, это в любом возрасте для тренера интересно. Я хочу пожелать молодым спортсменам сил, терпения, веры в себя, в свои достижения и в то, что у них все получится. Финалом праздника стали яркие выступления клуба танцевального спорта «Луна Парк», гимнасток спортшколы «Виктория», спортсменов из клуба «Самурай». И закончилось торжество масштабным флешмобом. Анапские спортсмены запустили в вечернее небо Анапы воздушные шары. Анапы воздушные шары.